Олег Жох без проблем выигрывает свою рисовую категорию и записывается в абсолютку. На тот момент никто из спортсменов даже не слышал, кто такой Олег Жох. И они были сильно удивлены, когда тот начал ложить всех. Одним из поединков, который прославил Олега, это заруба с Теймуразом Сахиловой, девятикратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта России. В этой схватке Олег смог победить Теймураза в его же коронной криковой борьбе. Мало того, он был легче минимум на 20 кг от своего соперника. Это нереально красивое и на тот момент невозможная победа для Олега шокировала всех. В следующем поединке соперником был Зелимхан Занкарнахов, неоднократный чемпион мира и Европы с весом в 110 кг. А это на секундочку, тяжелее Олега на 40 кг. В интереснейшей борьбе Олег раскрывает его верхом и они разрываются. Это была уверенная борьба для Олега Жога. И если бы не разрыв, я думаю, он бы выиграл. Их связывает. И Олег уже уверен в своей победе. Он прочувствовал соперника, понял его слабое место и знает, куда надо бить. Олег снова раскрывает кисти Зелимхана и вершит свою историю на глазах всего мира. Большинство спортсменов не понимает, что происходит. 70-килограммовый спортсмен прижимает руку соперника к подушке и стает одним из самых сильных и узнаваемых армрестлеров в мире. На этом турнире он получил всемирную известность на десятилетия, а может и дольше. Ребята, не забываем подписываться на мой канал. На нем вас ждет много нужной и полезной информации. Всем пока!